На своей работе я изобразила двух людей в крестьянской одежде. Мне очень понравился процесс. Мечта детства – стать художницей. К ее исполнению Дарья идет уверенно. Воплощать даже самые смелые идеи ей помогают педагоги школы искусств «Классика». Талант девушки оценила и жюри межзонального конкурса «Наброски», присудив ей специальный приз за колорит. Постаралась передать именно цветовое решение, то есть брала яркие оттенки, пыталась экспериментировать со своей работой, пробовать что-то новое. И мне очень нравится, что этот конкурс дает такую возможность развиваться. Четыре возрастные категории – от 10 до 16 лет. Самые маленькие рисовали простым карандашом, а те, что постарше, делали наброски в цвете – красками. Все писали с натуры. Это позволяет показать истинное мастерство. Время было ограничено, на работу отводилось от 10 до 20 минут. Работы тех, кто справился с заданием лучше других, и представлены на выставке в музее. Больше всего мне понравилось рисовать балерину, потому что она стояла как будто бы на сцене в театре. И я, как зритель, рисовала ее. Впервые конкурс набросков прошел в 2019 году. Тогда его участниками стали воспитанники классики. Через год он получил статус окружного. Потом стал открытым, и это увеличило географию конкурсантов. В этом году за победу боролись более 120 юных художников со всего Подмосковья. Дети привозят работы, дается какая-то тема, там либо натюрморты, либо композиции, поставка в иконку. Ну, в общем, вот так, что дети там не присутствуют, присутствуют только их работы. А так, чтобы ребенок показал вживую свое творчество, свои умения, в принципе, сложно за короткий промежуток времени сделать какую-то хорошую работу. Работы юных художников будут представлены в Одинцовском историко-краеведческом музее в течение всей весны. Лада Дудко, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.